Но сейчас, конечно, на самом деле ситуация достаточно критическая. Критическая связана с тем, что для этой борьбы нужны ресурсы, у меня их нет. Именно поэтому я все время, каждый день пишу обращения с просьбой о финансовой поддержке. Вы знаете, когда 8 декабря прошлого года у меня отозвали убийщи, я многократно писал и продолжаю писать сейчас, что сейчас борьба вступает уже в другую фазу. Наша задача, используя ту ситуацию в связи с тем, что Путин воюет в Украине и ослабляется режим Путина, да, он сейчас пока силен, но мы понимаем, что в ближайшие несколько месяцев будут очень серьезные события в Украине. Они уже сейчас очень напряженные и с каждым разом режим Путина будет слабее. Почему я говорю о режиме Путина? Потому что именно в январе 2022 года режим Путина помог устоять режиму Назарбаева-Такаева, ведя свои военные силы, военную группировку. Вы прекрасно понимаете, что когда на митинги в нашей стране вышли десятки тысяч людей, полиция испугалась, военные испугались, перешли на сторону народа. И тогда Назарбаев-Такаев, не доверяя нашим силовикам, когда наши силовики уже потеряли оптимизм и веру в том, что они в состоянии бороться против мирных демонстрантов, в это время они позвали на помощь Путина. И это позволило, вот, скажем, испуганную полицию взять в руки оружие и стрелять по нашему народу. Вот почему я придаю большое значение тому, что произойдет ослабление режима Путина. Вы прекрасно знаете, что я сейчас занимаюсь организацией санкций против политической верхушки. И, конечно же, режим никогда не ослаблял свою хватку, все время меня преследовал. У меня сроки 6 лет в тюрьме, 20 лет заочно меня судили, пожизненный срок. Но вообще, наверное, в мире такого прецедента нет, чтобы столько лет один человек мог организовывать сопротивление, получить такое количество тюремных сроков, покушения, похищения семьи, разорения бизнеса. И, тем не менее, продолжал дальше организовывать борьбу. То есть, это можно сделать. Но, конечно же, это и в большей степени связано с тем, что я получаю вашу поддержку. Не Мухтар Абляза выходит на митинги. Не меня лично боится прямо этот режим. Он боится вас, уважаемые друзья, что вы завтра соберетесь тысячами и снесете этот режим. Другой вопрос, что я просвещаю, объясняю, говорю, что нужно делать. Мы подготовили план мирного свержения режима. Сейчас мы организовываем различные действия, чтобы режим ослаб, были нанесены санкционные удары по Утакаеву, Кулебаеву и другим лицам. И, конечно же, режим, обладая миллиардами долларов, обладая политическим влиянием, понимает, что главная опасность исходит именно от центра сопротивления, который я организовал, и пытается уничтожить. Вы никого в нашей стране не назовете, который бы последовательно столько лет боролся. Вы не сможете назвать ни одного человека, который получил бы столько тюремных сроков и пережил вот такие, скажем, испытания за последние более чем 20 лет.